так друзья всем привет с вами бивза и это мой первый бой для турнира который проводит dark side это сельхов мой соперник играет тоже за сопротивление кроме того у меня пока не открыты все юниты но я решил что я уже все равно не успею их открыть поэтому иду в бой так как есть надеюсь бой будет интересным в любом случае этот турнир обещает быть интересным блин привычка тут просто привычка честное слово сейчас бы бустанул так вот сложность непривычки не бустить вообще ни одного буста это очень серьезно это сложно вот кто не пробовал можете проверить переходить с топового аккаунта на вот такой аккаунт и кроме этого не бустить это вообще проблематично на самом деле не стандартно привычку вошло в начале экстренные меры атака пехоты а тут так нельзя и вот главное не не практикайте на автомате какой-нибудь бус не врубить ну как главное это очень важно скажем так кроме того тут проблемы могут быть с выходом в море вообще там весело короче может быть я посмотрел моего оппонента хороший винрейт для его ранга там 71 процент блин да чё ж ты лагаешь ну не лагай нельзя лагать 71 проценты для его ранга 15 ранг у него по моему это очень очень неплохой нравится на самом деле надеюсь бой будет интересно мне нельзя отдавать сопернику развития я я тут уже затупи и вот его пехотинец бежит забирать мои ящики ну давай давай ставься поставилась поставилась вверх наконец-то 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 этот турнир обещает быть нервным для меня с непривычки и вообще короче сейчас посмотрим на что на что я способен на такой прокачки против равного соперника посмотрим вот он пропустил пропустил ящик хорошо ну вот лагает играть нереально так сделать да действительно сложно и непривычно медленно игра идет я конечно играл там тренировочные бои пару штук пару боев pvp ну это все равно не то на этом аккаунте все еще непривычно играть несмотря на то сколько я боев там провел да еще такой нюанс мне нельзя отдавать сопернику развитие потому что у меня не открыты последние юнита у него уже апается завод на второй лавел или не не честно говоря не понимаю да ладно быстро он однако это все дело сделал строй двор смотри куда поставил ничего не понимаю что у него там происходит сейчас ящиков набрать надо больше ящиков на море так хорошо он походу он походу я понял он походу не туда поставил строй двор или что-то в этом роде судя по всему или же он сейчас будет рашить безумный раш посмотрим посмотрим на всякий случай надо построить какой-то минимальный дэв хотя бы минимальный дэв надо построить иначе никак так а тут ну так скажу серьезно серьезного соперник провтыкал если он не взял море тут ресурсов много вот что самое важное на стоковых аккаунтах самое важное это ресурсы ну почти самое важное потому что ну ты не сможешь сделать все нормальное развитие без ресурсов него броники уже едут у меня еще нет только готовится броник не люблю играть брониками против броников очень не люблю такая бредовая чуть-чуть игра получается так а сейчас я пойду разведочку разведочку чтобы оценить масштабы развития моего оппонента капец какое маленькое поступление просто вот ты хочешь играть в одном темпе а приходится играть в другом то есть я привык играть быстрее я привык все делать много быстрее привык что меня на все хватает ресурсов и вот такие экстремальные условия я попал в этом турнире но ничего этим этот турнир и интересен я тут могу снести цеску смогу снести если приплыву нормально нормально разведка дорогостоящая разведка два койота на разведку это серьезно но цена ошибки в этом бою слишком высока чтобы я не тратился на разведку этот бой на вылет сразу же вот если я проиграл я короче вылетел будет достаточно эпично если первым же бою вылечу с моим так якобы опытом игры там куча боев провел так алик нормально . сбора выставлено 3 цески 2 завода броников ну такое ну такое короче нам надо играть через деф у меня тоже у меня 4 цески ай-яй-яй чё делать куда мне минус цеска ну ладно фиг с ней такой вот я предполагал что будет атака брониками предполагал ну я думаю к ней готов меня броник нормально прокачан по-моему он не полностью прокачен насколько максимально это возможно в этом турнире но достаточно неплохо сейчас вот если я не спалюсь и снесу ему быстро центре снабжения я выиграю по экономике очень сильно да и пушка тут явно не помешает пушку и кстати вот не прокачала я думаю если прокачать ну против таких же броников она будет нормально тащить так давай цс кубей нарушение экономики это уже для соперников будет очень большой проблемой а так как здание это слабое это достаточно быстро произойдет я думаю есть достает бц ски нормально нормально так и чё тут у нас такой вот раш брониками но я по юнтам его однозначно переигрываю сейчас это не того бьешь тут кайман для для этих целей есть ну тут даже если он не снесет одно-два здания это это явно его переигрываю тут без варианта мне кажется тут мне кажется без вариантов его переигрываю по количеству по всему его короче переигрываю и по экономике теперь вот тащу ну что если он сейчас нечто невероятное не выкинет пока и мне все все задатки все шансы на победу на данный момент и ехать атаковать я тоже буду отсюда чтобы в случае вдоль моря чтобы в случае если он поедет избиваться аллигатор стоял там в поддержке и спасал меня он сейчас сольет еще парочку этого полика ну хорошо неплохо 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 получается пока пока и дать дела идут неплохо и да в принципе я почти уверен что я смогу его задавить я ему экономику серьезно нарушил без варианта вообще так ну чё тут мне еще сделать там еще броники а вот это нежданчик это нежданчик там один броник но у него тоже так не не ну меньше иначе вы меня наверное да пожалуй все таки меньше пожалуй меньше юниты у него у него у него одна цеска осталось это огромное преимущество тут я думаю я смогу его сейчас дожать 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 надо дожать так дальше сносим вышку смотрим этот полудохлый его надо убить успею или не успею не успел не успел не успел ну тут я не знаю все достаточно очевидно я думаю просто собрать броника и пойти в атаку он на одной цеске далеко не выйдет это однозначно ну естественно будет до конца сражаться тут даже без вариантов на кону все-таки победа в турнире проход дальше в конечном итоге на кону в этом турнире стоит 7000 жетонов так что я думаю тут никто не будет сдаваться просто так еще не хватает электро электро ну чё едем добивать едем добивать мой соперник мне только что написал что не видел море скорее всего он уже вышел с боя значит мне надо просто поехать его и добить даже если он не вышел там как уже сказал в принципе все понятно такая вот победа достаточно простая достаточно простая победа это значит что у меня еще есть сутки в запасе чтобы открыть всех юнитов и я думаю докачать то что мне необходимо докачать далее уже буду сражаться с теми кто прошел дальше там есть несколько достаточно опытных игроков которых я знаю там вот я думаю будут очень интересные зарубы по крайней мере я на это рассчитываю ну короче добиваем если сможем добиваем добиваем броники живучие очень живучие броники так вот сюда 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 ну или сюда неважно по чуть-чуть сносим и и все добиваем последних юнитов и сносим базу вот мне интересно если я сейчас в рублю бус что побыстрее базу снести не дисквалифицирует или нет рисковать не буду но вот надо спросить таких случаях ну типа я все равно базу же добиваю там если там база будет огромная мне еще полчаса добивать такое без бустов на без бустов будем полчаса добивать базу тут я предположил что соперник просто не увидел море так так оно и оказалось раз он не взял море то если бы он взял море бой был бы намного интереснее это я в этом уверен кроме того и ящика взял реально я мало взял ящиков поэтому у меня могли быть серьезные проблемы чтобы отбить его атаки надо на следующее бы играть более организованно лучше ящика брать потому что ну как действительно для сопротивления взял достаточно мало ящиков можно было больше хотя бы на 2-3 ну в общем я буду заканчивать это видео всем спасибо за просмотр всем пока